Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, мы с вами в Beholder, и мы на паузе. Хотя звук лифтового остался, но дождь прекратился, но видите, он так красиво замирает. Не знаю, мне нравится. Ладненько, что нам нужно, что нам нужно, где мы, что мы, мы на третьем этаже, нам нужно на четвертый. Поехали, сейчас попробуем поговорить с Мюллером, я думаю, если у нас получится. Это получается, у нас перелили на третий этаж, мы в доступе к четвертому этажу. Там еще никто не пришел, пришел, нет? Нет, еще никто. Ждем. Вот и Мюллер идет, отлично. Наверное, даже с него и начнем, хоть он и в самом последнем кабинете. Так, получается, получается. Какие у нас планы на сегодня? Нам нужно перезнакомиться с четвертым этажом, нам нужно попробовать узнать, где жена Хенкера. Кристин, Кирстин, блин, чтобы... Мне этого хватило, когда выходил Человек-паук, когда эту актрису, которую играла Мэри Джейн, ее звали Кирстин Данцт. Блин, мне тогда этого хватило, сейчас это вот Кирстин тоже. Так, у тебя должна быть детская причина, чтобы прервать меня. Она у меня есть. Как поживаете? Веская причина. Мне пока чертовски интересно, что это за код у него был. Ладно, я ищу, да, вот Хенкер. Я хотел бы узнать, куда перевезли одну заключенную. Ее зовут Кирстин Хенкер. Это мне самому нужно сервере смотреть. Но я не буду, у тебя для получения этой информации недостаточно уровня доступа. И вообще, зачем тебе это? Кирстин и Хенкер, расставали как повстанца. А что, если твой дружок Хенкер узнает, что ты знаешь, а не хочешь делиться информацией? Она издетели искусств, и едва рот раскроют, как становится угрозной национальной безопасности. Ты что, тайно сотрудничаешь с сопротивлением, Шварц? Я... Нет, конечно. Это ты тайно сотрудничаешь с сопротивлением, если что. А что вообще не устраивает этих повстанцев? Не стройся, дурачка, Шварц. Это так называемое сопротивление хочет свергнуть правительство, ничего больше. Тут все вертится исключительно вокруг власти. У кого она в руках, кто хочет ее заполучить, как-то добиться. И это несчастные реформы только поощряют этих террористов. Любые уступки огромная ошибка. Зайти на сервер. Теперь я могу воспользоваться его кодом. Ну, прям серьезно. Пожалуйста. Зайти на сервер. Поберите желаемое действие. Так, посмотрите. Хенкер. Повышенный уровень защиты. Профиль сотрудника. Вот! Да, этот код все-таки отсюда. Просто я поспешил. Мюллер, конечно. Пароль. Да вы издеваетесь. А то я еще его и должен помнить. Серьезно. Где эта чертова записка? H. Ш. Погодите. Я же не буду это запоминать. Вы серьезно? Ну, то есть, наверное, можно было бы. Но я не буду. Я сфотографировал. Небережи желаемое действие. Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Мюллер. Та-та-та-та-та-та. H. Нет! А там... Да? Это по буквам алфавита? Ага. Погодите. Погодите. Погодите минуточку. Вообще на паузу. Но не знаю. Я только что по алфавиту расшифровал. Получается 8, 6, 6, 8, 10. Меня немножечко смущает, что там 10. Ну, давайте попробуем. Подожмем паузу. Еще раз полезем туда. Да-да-да-да-да. Ага. Мюллер. Да-да-да-да. Да. Так, вот. Значит, 8. Шесть. Что, извините? Сною-то. Так. Стоп. Или это не тот пароль, не та бумажка? Или подождите? В общем, ребят, я тогда не знаю. Или это не напрямую? О, кстати. А вот это что такое? Музыка прогресса. Задача начата. Снять трубку. Ам. Блин. Ну-ка наверх. Погодите. У нас еще рабочий день. Я еще с остальными не... А все уже на обед свалили. О, вот ты не свалил на обед. Ну-ка. А ты кто такой? Значит, я или... Хм. Добрый день. Меня зовут Фрэнк Шварц. Принаприснакомиться. Добрый день, господин Шварц. Я Гюнтер Бай... Байслаус. Что б тебя? Очень рад. Чем вы занимаетесь в свой опыт над работой? О, какой вы прямой линии? Что ли, попыстно терзает? Я просто хочу получить... Получше узнать своих коллег. Может и так. Но тут никогда не знаешь, кто тебя подслушивает. Я просто живу своей жизнью, как вы и другие... Как вы и другие мои коллеги, господин Шварц. Ничего особенного. Еще что-то, что непременно хотите обо мне узнать? Лучше не сейчас. Хорошо. В общем, да, у нас есть эта бумажечка с паролем. Но то ли она не настолько прямолинейна, нам... О, Лайки, успокойтесь, пожалуйста. Нам придется как-то то ли это расшифровывать, то ли еще что-то. Надо подумать. Я думал, что будет чуточку попроще, наверное. О, здравствуйте. Рукопись реформы подделка. Зачем она мне? Рукопись реформы оригинал. Бумажка из... Не-е-е-е, выложи. Новый счет. Блин, я просчитал вообще... Да, какой В? Просчитал вообще забыл нафиг. Так, 160... 10 тысяч платить... Ладно, алло, кто говорит? Эмэгрунтих, Шварцем, не слышите? Да, слушаю, что такое? С туристической реформой все пошло наперекосяк. В смысле? Масштабная реформа в сфере туризма. Армин Крайнерд, ужесточение вместо послаблений. Вы что, вообще все пропустили? А, это, да, я в курсе. А, вы имеете в виду реформу, которую запорол Армин Крайнерд? Если это был Армин Крайнерд... Что вы имеете в виду? Как по мне, это вряд ли случайность. Крайнерд намеренно испортил реформу. Стив был вне себя, прежде всего потому, что принятую реформу так быстро не отменишь. Пресс... А, процесс подготовки и утверждения такой масштабной реформы занял годы. Из-за этого дерьма инвесторы, то есть наши сограждане, инвесторы, прям потеряли много денег. Это ужасно. Единственное ужасно, но как бы то ни было. Как обычно говорит Стивен, проблема это тернистые возможности. А, как мудро. Не впрямо. А теперь к делу, Шварц. Мы, Стивен, то есть великий... Мы, Стивен. Какие интересные оговорки, да? Мы, Стивен, то есть великий вождь, планирует следующую грандиозную реформу. И после фиаско с Крайнердом мы хотим привлечь кого-то, на кого можем полностью положиться. То есть, бас, Шварц. Очень рад. А чем речь на этот раз? О музыке, Шварц, о музыке. Стивен, великий вождь, конечно же, хотят смягчить правила прослушивания музыки в величайшем союзе. Звучит разумно. Никогда не понимал, почему музыка у нас так строго рекламентирована. Не именно Шварц. Стивен говорит, что рынок музыки огромен. Пора начать зарабатывать на нем. То есть, я считаю, что общественный прогресс должен наконец затронуть и область музыки. Понимаю, великолепная идея. Мы тоже так решили, и тут в игру вступайте. Вы, Шварц, нам нужна помощь. Вы, Шварц, человек из народа. Простой, приземленный, среднестатистический. Вот как? Да, Шварц, естественно, я же говорю. Но это хорошо? Даже очень хорошо, Шварц. Разве такой обыкновенный? У вас должны быть какие-то обыкновенные знакомые. Изучите рынок музыки для простого обывателя, Шварц. А что для этого нужно сделать? Пройдитесь по своему дому и достаньте аудионосители с записями популярных... А, да. У популярных направлений. Панка, рока и попа, или как там называется. Мы хотим знать, что слушают обычные люди. Сможете для меня сделать, Шварц? Без проблем. Фантастик. А передом Стивену, что вы снова проявили готовность сотрудничать. Если продолжите в том же духе... Да, что-то это будет. Тогда вы далеко пойдете, Шварц? Спасибо, я... Да, спасибо ты. Офигеть, на это всего лишь 70 часов. Вы долбанулись нафиг быстро домой. Нет, знаете, может быть... Блин. Я даже не знаю, куда мне сначала пойти. Ладно, все-таки поедем домой, у нас на этом мало времени. Потому что поиски керстина у нас не ограничены по времени, а... Кстати, дружище. Конечно, нужно... А нужно мне, типа... А, не по 300 стоят! Ты офигел! А сколько у меня вообще? Две камеры осталось? Ну, это ни о чем. Так, у меня есть сахар и зеленый. Зеленое яблоко не запрещено. Так, сахар запрещен. Я собираюсь... Все-таки, как я вам говорил в прошлой серии, я собираюсь выселить алкоголика. По нескольким причинам. Во-первых, потому что он алкоголик, а алкоголь мы не одобряем. Но этого само по себе недостаточно для выселения. Он бесполезен. Он уже полигры у нас не сидит, не дает там квестов, не сотрудничает ни с кем. Так. Тоже по делам. Здрасте, господин Шварц. О, какую музыку вы слушаете? Рок! Хороший, честный, грязный рок. Что, не ожидали, господин Шварц? Я... О, совсем не разбираюсь в жанрах. Нет ничего лучше длинного соло, на электрогитаре и мощных ударных. Искажения разума потрясающие. Потрясающие искажения? Самая крутая группа в Федерации Штатов. Возможно, величайшая группа на планете. Я совсем не разбираюсь в музыке, но группа из Федерации Штатов точно не может быть в величайшей на планете. Величайшая группа просто обязана быть из величайшего союза. А, ну-ну. Не имеющая аналогов, да? Да, господин Шварц, тут вы правы. Как вы сами сказали, в музыке вы не разбираетесь. Хороший подкол. А что бы, собственно, хотели? Не, доложите мне какую-нибудь запись из тех, что вам так нравится. Мне в министерство поручили. Я бы на ее месте после таких слов очень сильно напрягся бы, но... Увы, чего я бы только не отдала собственную запись. Но мне остается только крутить приемник в надежде поймать слабое радиосигнало из Федерации. Радио, да. О, господин Шварц, вы же не донесете на меня за то, что я время от времени слушаю радио Федерации? Если бы у нас в стране разрешили крутить рок-музыку, мне бы не приходилось слушать зарубежные станции. Не волнуйтесь, госпожа Харшбергер, блин. А ваше желание, кстати, может скоро исполниться. Я не могу разглашать деталь, но в законодательстве планируют большие изменения, которые должны вам понравиться. Правда? Было бы здорово. Спасибо, господин Шварц. Так, слушать современную музыку, новая улика. Ее, кстати, этим можно шантажировать. А, кстати, давайте, почему нет? Что мне мешает? Сколько у нас? 18. Скоро все спать пойдут, ну-ка. Это шантаж. Вот ты. Тебя еще и за сахаром... Кстати, я можно посадить за сахар, который она это... Слушать... Блин, я постоянно забываю, что оно... Городом теперь разрешено двигаться в ритме музыки. Теперь разрешено. Ну, вот. Партивные устройства пропаганды, так называемые, плееры запрещены. Это, по-моему, не та директива, да? Яблоки. Оружие. Деньги. Сахар. Придите. А... А за что? Это у нас... Плеер. Но плеер мы у нее не нашли. Ладно, нет, так нет. Я на самом деле не против. Че у нас по жильцам? Кто... А, и ей поговорить надо. И ему поговорить надо. О! Слушайте. Это мой шанс. Чувак пошел за очередной порцией стекло-тары. Опа. Получил форекс. Фото с сослуживцами. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, насчет... Куда она пошла? Насчет фото с сослуживцами... Блин, я музло у него не обыскал. А ты где еще? Ты далеко? Дайте я еще раз попробую. Может, у него музыка какая найдется. Мы же не знаем. Блин, надеюсь, он меня там не засечет нигде. Так, это мы видели. Странные вазы. А почему она туда ходила? Так, тут у нас таблетки, тут у нас еще что-то. Чувак, давай ты пока что не будешь возвращаться. Таблетки, алкоголь. Этот уходит. Ну, ладно, мы его потом, если что, где-нибудь... Попробуем поймать. Музыки, как назло, нигде нету. У чувака одна стеклотара, и все. Еще не возвращается? Вроде нет. Кастрюля, ботинки. Нет, нет у него музыки. Шифт, пожалуйста, валим отсюда. Так, дружище, что там по музыке? Иди сюда. Я хотел пройти поговорить, в чем дело. Так, ваша музыка. Можно вас кое-что спросить? Что такое? Мне хотелось знать, что за музыка, которую вы периодически играете на гитаре. А, что, шум мешает? Что? А, нет, речь не об этом. Просто иногда я слышу, как вы тихо играете какую-то музыку, и мне стало интересно, что это за жанр. Правда? Ну, в этой стране меня называют певцом народа. За рубежом мою музыку, наверное, назвали бы роком. Ага. Как здорово. А пластинки записи у вас есть, господин Хенкер? Я бы купил. К сожалению, здесь или в Чайшем Союзе я не могу позволить себе записывать в студии. Дело в том, что я не уверен в успехе, я знаю, что моя музыка людям... Не уверен в успехе, я знаю, что моя музыка людям нравится, но, как бы это сказать, по некоторым причинам мне больше не выдают разрешения, но ты понимаешь. Понимаю. Конечно. Такая у нас страна, тебе, наверное, коридоры мыть тоже приходится строго по правилам. А может, у вас есть пластинки других руковисполнителей? Пластинки? Мне пока жить не надоело. Чтобы все таночки мистерства за стенкой подтанцовывали, а на следующее утро меня арестовали? Ну, уже нет. Но я знаю один секрет. Только это должно остаться между нами, ясно? Обещаю. Ценю, мужик. В общем, Шварц, если хочешь слушать в этой стране хорошую музыку, это значит запрещено. Тебе нужен один из этих новомодных портативных проигрывателей для компакт-дисков, которые запрещены, да? Это такая маленькая коробочка, помещается в карман куртки, а от нее идут два провода. Подсовываешь в уши, и можно что угодно слушать. А компакт-диски выглядят как маленькие серебристые пластинки, которые вставляются в проигрыватель. И тогда музыку слышит только тот, у кого в ушах наушники. Полная защита от прослушки. Такая правда бывает. По-моему, так мы скоро все наполовину машинами станем. Ну, успокойся, чувак. Говорят, за границей такие уже у каждого второго. Это мы тут как в каменном веке застряли. Вот что, я дам тебе послушать один из своих дисков с роком. Но проигрыватель тебе придется раздобыть самостоятельно. Замечательно, спасибо. Но за это тебе надо будет достать кое-что и для меня. Эм, ладно, что? Мне нужна профессиональная камера МК-3. Черт, я же мог ее купить. Ты же сейчас регулярно торчишь в Министерстве, так что, наверное, сможешь одну такую достать. Зачем вот такая камера? Это уже моя забота. Просто поверь, что это для моей и всеобщей безопасности. Я достану. Ладно, я достану вам МК-3 ради хорошей музыки. Я почти на все готов. Шварц, ты меня поражаешь. Но в хорошем смысле. Хорошо. Я вас понял. Смотаться на работу это не проблема. Так. Во-первых, этому чувачку пора на выезд. Давай. Как говорится, жизнь не сахар. Донос. Так, вторая квартира. Погоди. Не донос. Досье. Оп. Отправить. А теперь донос. Оп. За что там сладкая жизнь у нас? Где, 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 где? Зарубежная соль по вкусу уступает уникальной отечественной... Это же сахар, это же не соль. Сахар, да. Вот. 60.02. До свидания. 500 денежки получили. Как раз хватит на камеру. Ну, блин, потому что, чувак, ну не надо было. Ты квесты не даешь. Ты ничего не делаешь. С тобой не посотрудничаешь. Сейчас мы сдадим эту квартиру. Это не я. Не обращай внимания. Там у чувака просто сахарный диабет. Его в больницу увозят. Ну, смотри, скорая стоит. Там сейчас ему инсулину вколят. Ему просто, вон, смотри, на месте вкалывают инсулин, чтобы он хотя бы дойти мог до скорой. Там все нормально с этим. Успокойтесь. Так, принести вольфу камеру. Выяснить. Та-та-та-та. Платить. Та-та-та-та-та. Так, чувак уехал. 53 часа. Блин, надо быстрее. Хорошо. Я в этом никогда не... Ну, то есть... Я продолжаю путаться. Я не знаю. Скоро уже игра закончится. Сдаем. Это последний человек, который у нас... О, с тобой сразу же можно поздороваться, да? Хорошо. Здравствуйте. Та-та-та-та-та. Здравствуйте, молодой человек. Я говорю, спрашиваю, Пинкерт. Раду, что вы зашли представиться. А то я тут недавно вообще... Недавно и вообще никого не знаю. Вам одиноко, госпожа Пинкерт? Да. Это плохой вопрос. О, знаете, молодой человек, я потеряла мужа на войне. Дочка уехала, а с тех пор я живу одна. Понимаю, но тогда, надеюсь, вам понравится тут жить. Какую музыку вы слушаете? Так. Музыку. Я, господин Шварц, я рада, что вообще хоть что-то слышу. Какая же тут музыка? Понятно. Как ваши дела? О, вы знаете, господин Шварц, для своего возраста мне особо не на что жаловаться. Разве что кости ломит. По телевизору крутят одно и то же. Я все жду и жду звонка дочери. Прости, господин Шварц, я что-то заболталась. Но мне что извиняться, госпожа Пинкерт, здесь сейчас ваша дочь. Моя Хел... Хелен... Хелен. Погодите. Уехала на учебу. Да-да. Может, она сегодня позвонит. Сомневаюсь. Итак, давайте смотреть еще дальше. О, кстати, дочь, стой, эй, эй, погоди, ты же там эта музыка, все дела. Какую музыку ты слушаешь? С чего тебя вдруг заинтересовала моя музыка? Меня интересует все, что тебе нравится, ты же моя дочь. Ну, раз так, этот жанр называется панк. Интересно, можешь дать мне пластинку послушать? Ты хочешь пластинку с панком? С ума сойти, бывает и медведь летает. Ты в курсе, что это запрещено? И потом, тебя бестит моя музыка, зачем она тебе? Мне нравится. Ну, не настолько все плохо, и потом, надо же расширять кругозор. Ты терпеть не можешь расширять кругозор, Дэдди. Для тебя нет ничего страшнее, чем пытаться мыслить шире. Так что признавайся, в чем? Блин, она меня расколола. Я думал, я ее обыграю. И за что мне такая хитрая дочь осталась? Пластинка мне нужна для министерства. В правительстве рассматривают возможность смягчить запреты и разрешить больше музыкальных направлений. А для этого нужно сначала ознакомиться с их образцами и проанализировать. Ну, ладно, похоже на правду. Вот, смотри, классный альбом. Зиги Боба. Ну, вы поняли, что отсылка, да? Так, хорошо. Конура для зомби. А, это называется кассета, да? Как ее слушать? Нужен магнитофон или портативный проигрыватель. Они, правда, тоже запрещены. Я уверен, госпожи Грундих в министерстве есть нужный апар... Грундих. Спасибо, Ким. Минус... Остался рок и поп. Кто у нас... Может слушать попсу? Ты похожа на человека, который может слушать попсу. Какую музыку вы слушаете? А, господин Шварц, неужели я похож на человека, который все время... Ясно. У меня двое детей, о которых приходит заботиться в одиночку. На развлечении времени не остается. Да. Так, Хенкер мне сможет организовать рок. О, так у тебя еще и квест ко мне. Господин Шварц, поглядите вас побеспокоить. Не луко обращаюсь с такими вещами, как малознаком людям, но... Вы ведь работаете в министерстве. Все верно, я полагаю. Я выполняю там самые важные задачи. А что такое? Вам нужен какой-то бланк? Я... Мне ужасно стыдно. Напрягать вас подобным... Не надо смущаться, госпожа. Харшбергер, блин. Я, в общем, встретил одного парня, была так влюблена. А он, увы, не слишком. Через три месяца он скрылся в туман. К несчастью, он оставил меня с проблемой. С пузатой проблемой? Он что, обманывая у него деньги? Я беременна. Я угадал. Да. О, нельзя оставлять этого ребенка, господин Шварц. Ну, почему же? Если об этом узнает начальство банки, меня уволят. Моя анкета указана, что я не замужем. Значит, я потеряю льготы на жилье. И тогда мы с ребенком окажемся на улице. Я этого не выдержу. Представляете, как на меня люди смотреть будут? Точно, как вы сейчас. Строго с осуждением, будто я шлюха какая-то. Будто я одна виновна в своем положении. Нет, но... Ну, как бы... Но, строго говоря, вы сами закрутили отношения с этим мужчиной вне брака. И что, в конце концов он ведь сделал то же самое, разве нет? Но ему не приходится терпеть косые взгляды. Он может жить дальше, как ни в чем не бывало. По вашему это справедливо? Но чем я могу помочь, госпожа? Хорошо, прошу, прошу. В министерстве ведь наверняка есть список врачей, подозреваемых в проведении незаконных абортов, да? Вы не могли бы достать имя и адрес врача, которые были бы готовы мне помочь? Естественно, подобные подозрения фиксируются. Не нужно имя врача, который сможет прервать беременность. Вы точно этого хотите? Ну, а кому моя жизнь, господин Шварц? То есть ты хочешь убить ребенка? Ну, блин, хотя я понимаю твои опасения тоже, да? Ну, просто убивать ребенка такое себе? Я пойму, если не захотите мне помогать. Вы ведь меня едва знаете. Но если все же согласитесь, буду вам бесконечно благодарна. Ничего не могу обещать. Что могу? Ничего не могу, господин. Понимаю, господин. Сожалею, моя проблема требует срочного решения. Да, насчет вашей проблемы... Давай-ка я немножечко у тебя тоже покопаюсь. Помочь Юлии... Харшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш... Я не помню, в принципе, я ее дома быскивал. Вроде да. А, да. Опа. Но есть места, куда я, наверное, не за... что блин извините а ха ха игра прекрати я пошел обыскивать кресло которое касалось черт побери кто меч топор игра отпусти меня пожалуйста погодите меня окажется игра заглючила ну то есть с этим креслом я уже не знаю обыскивать его теперь или нет а да стоп а стой я не раздобыл стой погодите вот теперь я получил одну музыкальную пластинку от ким тут у нас эти флаги зачем я тут роюсь иди отсюда сейчас мы еще поговорим получается нет не с тобой немножко путаюсь ладно погодите она как-то не дома то ли она успел уйти пока я разговаривал с ким то ли еще что то вот у чертова кресла я туда больше не пойду его обыскивать ну что это какой-то баг что ли меня выкинула в коридор потом сделала мне такое ощущение как будто меня поймали хотя дома никого не было что 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 а это к это кассета у меня я че-то на секундочку перепугался что это у нее какая-то кассета с панк роком но она же погодите она просто рокер до средства для пофиг заберу для накипи ну да мне понадобится на одно меньше покупать словарь мне не нужен сахар я не уже забирал на виновна в поедании сахара у пачка тестов на беременность здравствуй а по новый год все валит ну хорошо как минимум мы сможем характеристику ей это добавить не будет прям норм вот этот чувак со мной поговорить хотел у него квест висит там ну как у вас появились идеи блин насчет чего дружище я не помню я помню что мы с тобой говорили о чем-то но я не помню о чем если действительно хотите больше узнать своих жильцах нет ничего лучше чем поговорить с ними свободное время даже не знаю как насчет расслабляющего вечера за безобидным на сто а на сто он нас на ужин приглашал да да я предложил сыграть в луду заодно познакомимся получше и конечно же будет хороший болельский чай скажу что скажете шварц как вам идея вечера настольных игр на двоих я правда не уверен что мне будет время честь нашего общего друга вальтера хорошо вы правы ради булки стоит собраться кстати как он там вы что-нибудь слышали о нем после инцидента незадолго то как он рассказывал как раз рассказывал мне как слава тут устроился а теперь он за решеткой надо надо же было настолько ошибиться не расстраивайтесь наш булка совсем справиться надеюсь думаете давайте я вам что-то не уверен как бы там ни было вы меня убедили господин пилов как скажете а к скольки мне подойти дайте мне на немного времени все подготовить а потом заходите как будет удобно договорились тогда до встречи я же в предвкушении погоди стой музыка сыграем мое почтение какую музыку вы слушаете поп-музык он он у нас попсу увлекается отлично чем легче чем лучше жизнь и так достаточно тяжелая а шварц да вы права не могли бы послушать что-нибудь из своего любимого если бы у меня были записи я бы с радостью дал их вам послушать но к сожалению мне нет ни одной порядке я просто думал как здорово было бы сейчас зайти в гости к булке объяснить и и объезд его знаменитые вкусности но вы его арестовали жаль что даже говорю что его осудили по справедливости иначе бы я бы заметил неладные как и другие как как друг и управляющий верно в определенном заметили вы будь что нечисто у вас такая достойная работа трудитесь на благо общества при этом заботитесь о семье своей семье и все это параллельно с обязанностями министерства прямо-таки образцовый гражданин величайшего союза к сожалению не все так считают но уже не из тех кто просто примиряется чужим мнением вы здесь хозяин и все кто не уважает ваш авторитет на мой взгляд не заслуживает права здесь жить наконец-то хоть кто-то это понял я уверен что со мной многие бы согласились закончить на ужин мы придем но так чувак слушает попсу сколько у нас 13 00 возможно успеем я думаю что вот этот вот молодой чебурек он тоже может слушать попсу мне кажется это было бы вполне логично с его стороны студент очень легкомысленно относится к жизни не похож на рокера нас не поговорить что ли я думаю что я вряд ли найду так называемую попсу мне покуривает и все что угодно блин рискуем сейчас блин рискуем она может прийти нет не то нифига надо именно поговорить с ним так делом сейчас может быть я не знаю мусор накопился можно пойти выкинуть стой там что-то это пойти выкинуть мусор мне бы дождаться этого студентика наверное там курят разговаривают о музыке выбросить нафиг что мне сколько очистителей сколько 3-4 нормально мне хватит как раз помню в конце в прошлой серии покупал о попсович стой снова по делам бегаете вот какую музыку сейчас шанс мне насрать на музыку чтобы киски не слушали главное чтобы она их настраивала нужный лад у вас не знаете какой-нибудь записи современной музыки не шанс это как только на дискотеках слушаю единственная музыка которая звучит у меня дома это мерный скрип кровати ну вы знаете нет по но пожалуй я лучше таки останусь неведении и аппарат это а где мне а вот кстати с тобой можно поговорить да 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 работаете погодите я пропущу этот диалог так взяли этот каст уж с утра на смылась и где мне взять попсу вы чё издеваетесь ну типа рок я сейчас принесу попсу можно может у кого-то из рабочих поискать а прикиньте ведь реально на работе можно поспорствовать сколько 41 час остался вы издеваетесь хорошо поп я этот панк я достал рок я достану сейчас где мне взять попсу чеканутся туфли гнуться нужно оборудование дайте мне 3 мк чеканутся кашки рамбат гель да ясно всем уже пофиг а тогда ставим еще отмычки нужно так я взял три так раз два три четыре честно возьму еще одну потратим денег поехали на третий этаж это не сюда приехал да нет зачем ты все напишем характеристики сейчас по-быренькому не звони так досье на этого чиновники гражданин мюллер отправить так 4 этажа кто у нас отправить на тебя отправить и ты у нас дружище вот этим вот интересуешься жильцы и жильцы погодите а тест на это не у нее это у тебя тест на беременность точно отправить 150 неплохо так за тебя я уже все сдал за тебя тоже все сдал ты у нас дружище пока что я тебя не обыскивал как такового да хорошо значит все валим 2340 нам нужно понять в чем фишка кода мюллера давайте еще раз обыскивать все эти конторы блин охранник какой-то этаж едешь я зря профукал отмычку я пошел куплю еще одну ну по крайней мере я нашел характеристику которая мне поможет эту отмычку отбить то есть я потом сдам по характеристике и дружище нужно оборудование все отлично 4 валим обратно 234 опа вылазим ты уже по третьему кабинету пошел мы кстати а может могу с ним поговорить добрый день меня зовут фрэнк шварц и я не так давно работаю в министерстве хотел представиться цвейк броуна цвейк приятно познакомиться взаимно какой же функции в министерстве я охраняю вот эту дверь что позади меня ни одна мышь не проскочит понятно вы что-то еще хотели я не могу долго отвлекаться хорошо я не хочу нарываться дверь открывается просто потому что он проходит рядом так фотография стивена хуберца в котором кидает дротики это то на что я не посмотрел прошлый раз видел дырявые фото на не потому что это хуберца закон союза книга погодите может быть дайте сюда может быть по этой книге нужно будет потом расшифровывать все что здесь происходит хорошо посмотрим конечно возможно это просто бред как уже пять утра вы офигели нафиг это когда такое произошло только чтобы час ночи я с охранником столько протриндел я не успею у него три газировки у здравствуйте блин дружище она была на время черт я может на следующий день можно зайти ай-яй-яй-яй-яй-яй как нехорошо получилось то все как раз на работу пришли мне осталось 28 часов чтобы найти поп-музыку твою за ногу она тоже может быть кстати провален и сейчас это будет очень очень обидно если что трачу время просто трачу время к сожалению но есть газировка зато так чё нас по жильцам мои что-то надо пойдем спросим чего хочет бабка беда молочек совершенно разбита у меня сломался телефон как же мне помочь вообще теперь пообщаться с дочкой если не нужно будет со мной связаться друг не будет у него что срочное как кого-нибудь чп господин шварц пожалуйста пожалуйста помогите мне с телефоном я вам помогу возможно смогу вам помочь госпожа просто ангел спасибо вам большое мне нужен только инструмент починить я смогу сама уверен что хотите заниматься ремонтом самостоятельно женщины обычно да брось те женщины моего поколения научились отлично справляться без мужчин у вас и без меня уже до ужаса много дел просто дайте мне инструменты сможете господин шварц насчет инструмента вот подходящий инструмент я купил еще в начале игры зная что они мне где-то перепо пригодятся мне за что осталось только разобраться какими пользоваться хотите почему ой что вы я за всю жизнь не с таким справлялась а потом я наконец смогу снова звонить дочке какая как я рада я ваша дочь что дело если с ним может связаться только по телефону знаете она уехала скажем так за пределы доступности если вы понимаете о чем о чем я молодой человек искать что ваша дочь сбежала с федерацию штатов на два года назад она поехала туда по рабочей визе да там так и осталось я очень по ней скучаю я если оставить эту информацию при себе молодой человек естественно я сохраню секрет инструмента задача завершена это был такой instant квест готовый дружище блин я я серьезно а он просто свалил он обиделся на меня и просто господин шварц и вы тут болиин это могло быть что-то интересное наверное так тут у пара погодите знаете у кого может быть попса попса может быть у сына альберт биллов у меня до сих пор числятся как жилец вот чувак я теперь не с камерам ваша музыка доставили да вот камера вы держите камеру но будьте осторожны если узнают что она от меня что она у вас от меня мне крышка и переживай я знаю что делаю ты вот пока не знаешь но эта камера после которой после некоторых сыграть решающую роль в нашем деле ну и в долгу не осталось вот диск как обещал мощный заряд рока спасибо большое это я тебе должен благодарить да я вижу что у меня с музыкой прогресса прям нет никакого прогресса черт побери да не тут блин как же ты да хорош ступеньки бесят потому что там залипает такой момент если ты уже зашел за за темную зону то есть типа потом нужно обязательно идти только в одну сторону немножко раздражает я думаю может быть а минуточку у нас я собрался ждать малого которого нет дома серьезно знаешь чё ну-ка здравствуйте шварц здрасьте до свидания там нет че где-то контрабандно придется покупать ночью сейчас допустим офигеть так-так-так шаманы я хотел сказать что он получен деньги соток понятно это сказать что возможно у малого будет кассета мало лежит с переломанным позвоночником за которой я ж лоблюсь заплатить нормально да так но у него все только легальное не нужно дождаться блин карапидора как у музыку от она что же может слушать музыку в каком стиле ну что стран вопрос фрэнк ты и так знаешь мне нравится то же что и 20 лет назад народные песни шлягера до то время ты могла пристрастись к полису временной музыки ну не знаю хорошие вещи с годами не портится если мне вдруг захочется применную всегда можно просто поговорить за один разговор и получаю столько современного что уже не лезет и он зачем я шучу ты же знаешь что имею ввиду фрэнк так мелкий да ты тоже ничего ну давайте тогда наверное 14 55 15 это отвратительно так я могу верхний этаж отремонтировать сдать сдать пока что никому так блин просто печально что этот квест просрал хорошо давайте тогда с вами знаете что сделаем заплатим дождаться пока его прооперируют да 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 блин я остался с какими-то жалкими тремя тысячами так и с тобой ничего поговорить не могу не могу может мне тогда тебя выселить к черту чел а хотя с другой стороны нового жильца все равно не приедет есть пустующая квартира жалуются 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 так а я могу за этим это ребята так вот штампики ставит с цветки что-то прячет теперь это штампики стоит отстоять ничего не делает чувак уходит приходит непонятно как это тоже ставить штампики это у нас 19 00 я сейчас хочу дождаться мой кабинет все это тоже уходит говорит по телефону ручная операция задача завершена хорошо о мелкий иди сюда иди сюда мелкий стой что хотел какую музыку ты слушаешь музыку да и особенно слушать только с отрядом патриотические песни марш на тренировках всегда приятно основное время то что не слушай ты что-то слушаешь когда хочется отдохнуть от учебы свободное время отдохнуть от учебы ты же знаешь что мне нужно много учиться чтобы потом получить хорошую работу так что мне некогда валяться без дела и слушать музыку чтобы отдохнуть от учебы мне нужно заниматься спросил от шуки вот у нее на полное время не для музыки я же никаких целей в жизни я понял спасибо твоя операция ты в порядке да дед какое-то время все будет заживать врач велел не перенапрягаться но главное он говорит что я смогу полностью поправиться я даже не знаю что сказать я ничего говорить я рад что смогу операцию честно говоря не ожидал это огромная сумма а ты никогда особо а ты не был особо надежным в этих вещах ах ты маленькая неблагодарная гадость мало того что ты мне даже спасибо не сказал так ты еще и гонишь на меня маменькин сынок ладно я знаю я всегда был тем отцом который не всегда был тем отцом которого ты заслуживаешь но родные должны друг друга заботиться минуточку я ему организовал книгу я ему организовал училку я ему организовал операцию и я же еще плохой отец спасибо игра ты прав в экстренной ситуации всегда можно положиться на семью и пап что алекс я больше не против чтобы ты звал меня алексом я рад сынок как прошла контрольная отец ты не поверишь я оказался лучшим в классе ну как здорово просто мечет теперь я точно получу рекомендации в университет я тебе так благодарен без тебя и госпожи хельм ничего бы не вышло я рад что смог помочь здорово что госпожа хельм оказалась таким хорошим репетитором спасибо отец просто гора с плеч да погоди счет мамы мне нужно тебе кое-что сказать да алекс не говори так ким просто не такая как все тебе гораздо проще подстроиться под общество чем ей и хватит отец прекрати выгораживать ты всегда делаешь из этого это делаешь это становится только хуже то есть понимаете в чем прикол у меня была линия за ким и там я не заплатил это с другой стороны ким не пострадала а и была линия за него и за него я заплатила это оказывается такой маленький гаденыш именно поэтому ким никуда не вписывается алекс меня зовут александр придурок ты мелкий вот кто ты это ты во всем виноват все не зашло бы так далеко если бы ты во время приструнил ким а теперь нам с вами приходится расплачиваться за твое мягкотелое фигасе ты закрутил нам с мамой мы с мамой офигеть ах ты же мелкий сам знаешь кто так тогда такой наявный вопрос о граница открыта граница открыт для всех граждан величайшего союза точнее для всех граждан с действующим дипломатическим паспортом граждан с обычным паспортом больше не разрешают покидать страну а уже выданные туристические визы перестают действовать даже если на первый взгляд эта реформа выглядит как ужесточение мы уверены что министерство и великий вождь приняли это решение по уважительным причинам и мы его приветствуем погодите почему у меня не появился восклицательный знак я сейчас вообще рандомно тыкнул на газетку в тренде остаться дома ага в тренде пронесло по слухам радикальные силы пытались продавить тотальное открытие границ но ничего не ускользает от великого вождя и поэтому он вновь вмешался в последний момент предотвратил катастрофу наши границы остаются закрытыми и это хорошо и где может быть лучше чем в прекрасном величайшем союзе нужно вырваться на свободу как и ожидалось широко разрекламированная масштабная реформа оказалась обманом вместо того чтобы наконец представить гражданам величайшего союза свободу путешествовать по остальному миру правительство сделало это еще сложнее так называемая реформа лишь афера с целью усыпить наше внимание но это им не удастся свободу народа министерству бой где мой этот чернокнижник ну у кого можно купить товары он или с этой или с той стороны появится ну что я не знаю где еще найти кассету попсы это просто что-то за грани может у меня просто нет жильца который мне бы мог эту кассету подогнать это печально фиг ли ты ходишь по ночам ах ты ж тварь она ходит к студенту на верхний этаж я смотрю он уже второй раз туда лазит выгляди счастливый хорошо настроение что случилось ты говоришь как будто обычно хожу с кислами на обычно да но сегодня есть особый повод для радости алекс выписался из больницы ему нужно время для восстановления но похоже операция прошла успешно как хорошо что смог достать для нее деньги теперь александр полностью поправится не представляю что бы иначе его ждало его карьера можно было сразу ставить крест жизнь в инвалидном кресле немыслима я тоже рад что алекс сандр снова в порядке да иди 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 тварь иди я уверен что ты идешь сюда ходит она сюда а прикинь ам извините корон поезд погоди а это сейчас скрипт сломался или что то есть она получается ходила к бюлову о вот он 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 стой 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 чувак кассету пожалуйста какую музыку вы слушаете а знаете что настоящая музыка для моих ушей нет но вы наверняка мне сейчас расскажите шорох купюр когда считает свой заработок в конце удачного дня кассету чувак попса поп пластинка 500 забираю вообще пофиг так это есть это есть что я могу ему продать а косметичка мне в принципе нафиг не нужно она и стоит один кстати камерами можно торговать но это такое себе учебник грамматики они это казака косметичка 60 стоит значит не на ту цену посмотрел яблочко да ничего не буду продавать у меня в принципе пока есть деньги и у меня есть эми грундих отнести эми грундих у нас погоди мэриан гюнтер м а понял понял кому их отнести надо чертов мусор 1 пойду вынесу мусор а я успею мне там до утра осталось вообще чуток во сколько они приходят в 6 утра приходят так выбросить к черту блин то задание прям висит на волоске с музыкой и у кого я мог достать попсу интересно я сейчас прям паршиво так чувствую что я помог мелкому звездюку прям вот паршиво прям вот отвратительно прям вот зачем она мне вот как я себя чувствую через час они придут я сейчас быстренько зайду у нее еще пошарю пошарюсь тут а это у нее тогда сигареты видел коробка сигар сигареты а пепельница точно пепельница ничего ну ладно просто так отмычку слил 6 10 ты где ну скорее типа ну скорее типа пять часов осталось а сколько вы все на работу вообще приходите уже 655 вы живете в великом союзе и в 655 вы еще не на работе вы чё вы типа нормальные о даже вон мюллер пришел так его через так я не знаю пока что как решить эту проблему насчет кода мюллера надо будет подумать между сериями наверное потому что сейчас сходу я ничего придумать не смог а это немножко печально так хорошо где этот грюндик это же ты эмма грюндих да ну и где ты мне же не надо положить это в стол ей да ну вы офигели три часа осталось о плетется наконец-то чтоб тебя тащи сюда скорее свою красную эту шаровидную эту ну то вы сами поняли грюндих пайслаус ух ты же блин фамиличка у тебя имечка фамиличка давай 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 пинками тебя подгонять что ли час остался до конца добрый день звонит шварц проходите я достал аудионосители у меня получилось вы нашли записи всех трех музыкальных направлений отрадно это слышишь тоже посмотрим в разложенных я разложил их для вас в алфавитном порядке и исполнители по исполнителю или по жанру по исполнителю разумеется ааа пластинка по музыке очень хорошо это что такое пластинка которая села после стирки это типа компакт диск она не знает что такое ну вот эта коробочка с темной лентой внутри это что вы что решили поводить меня за нос шварц я бы не посмел госпожа грюндих меня заверили что оба рабочие аудионосители серебряная пластинка называется компакт диск а коробочка кассета современная молодежь использует для них специальные устройства их называют соответственно кассетный магнитофон и проигрыватель компакт диск похоже вы хорошо знакомы с этой современной техникой пожалуй даже слишком хорошо для человека который просто строго говоря ничего об этом знать не должен ну а пока я заберу эти аудионосители может быть где-нибудь найдется под них устройство знаешь куда можешь пойти так задача выполнить что я получил за нее 320 денег вы истеваетесь к черту хорошо знаете что его нафиг это была очень нервная серия прям очень нервная и я про многие свои поступки наверное сейчас немножко жалею и то что мы не попали к верхнему соседу а у него там явно были какие-то тайны и что-то очень странно что к нему начала наведываться наша жена и в общем очень очень то что я пропустил с ним задание это очень обидно для меня сейчас и то что мелкому за мелкого заплатил цел десять тысяч отвалил за этого урода оно оказалось вот этим вот и в общем то да ладно все давайте заканчивать увидимся в следующей серии спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а а Субтитры сделал DimaTorzok